на библейский паратор экзегет поступил вопрос мы живем много лет любви нет стоит ли нам жить дальше вместе знаете у меня была одна знакомая пара которые два разводились и три раза регистры брак при том друг с другом вот вроде бы не могли вместе жить но и раздельно тоже не могли другие пара у меня были знакомые которые прожив там 20-30 лет доходили до состояния полного непонимания неприятия друг друга а потом возраковившись начав молиться обретали истинную любовь и после уже так потом как супруг уходил кто-то раньше там ходил мир иной другая половина его совершенно горестно оплакивала и скучала по нему любовь от бог 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 есть любовь если ты через грех через эгоизм который источник греха пришел к нелюбви кому-либо тем более к своей жене и мужу то ты таким же образом через покаяние но уже идя к богу то есть по той же дороге другую сторону ты можешь прийти к любви к жене или к мужу это надо начать бороться с грехом надо браться начать бороться с эгоизмом основной причина почему человек сейчас молодой человек не может создать семью это очень большая проблема молодежи это эгоизм один семье все для него а другой такой же они встретились и могут понять а почему все не для меня почему другой что-то на себя оттягивает что-то требует для человека эгоиста любовь это вся любовь к нему это никогда не жертва у меня все хорошо у меня любовь это значит значит вот в этом в это таких понятиях это значит меня любит меня ублажают это не значит человек сам любит он может быть не знаешь такую любовь и вот если человек станет на путь покаяния в грехе эгоизма в гордость раздражительности обидчивости и дрэ т.п. а другой стороны будет начать понуждательность по заповеди божии не осуждай так сказать поставляй другую щеку то есть не отвечай на зло злом ну и так далее да он от бога поручит любовь именно вот в этих семьях которых я вначале упомянул они через не церковную жизнь греховную жизнь пришли к жесточению потом через покаяние червоцерковление через настоящая такую духовную жизнь настоящую аскетическую жизнь это не монахи но все равно аскетическая жизнь нужна даже для всех для всех кто хочет бороться с грехом пусть не монашеской форме но в светской христианской таскать вот они пришли опять к любви настоящей любви поэтому не надо разводиться найти раз коронний случай венчалась одна из двойных сестер моей матушки и там была женщина которая будет пять мужей она была красавица в свое время ну там уже вы к этому времени уже было на раз 50 рассказал тост свои таскать родственницы который выходил замуж к дорогая девушка жизнь и мужем который тебе бог дал все мужики одинаковы эти лет точно скажу я это узнала своей жизни вот на самом деле конечно к счету вселенная к счету вселенная но чтобы ее почувствовать увидеть надо чек полюбить а для этого надо немножко сам грехом и эгоизм побороться чтобы ты все время на себя зацикливался они любимого хорошего и лучшего в мире да все-таки обратил внимание с кем ты живешь что рядом человек с тобой может он чем-то очень интересен не только как обслуживаешь персонал не просто отличность внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео